МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На границе белые вершины и никаких туч. Накануне главного праздника защитников отчизны наша телегруппа побывала на погранзаставе Терутли. Кормить нельзя голодать. На том ли месте запятая? Почему дагестанские школьники вынуждены оставаться без еды и тепла или питаться суррогатами? Узнайте в нашем видео. Именное дерево нашего национального телевидения появилось на аллее будущей духовной жемчужины Дагестана. А теперь обо всем по порядку. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. Сегодня день защитника Отечества. Даже в праздничные дни дозорные на рубежах нашей Родины не отдыхают. И днем, и ночью в высокогорном Цунтинском районе республики пограничники заставы Терутли несут боевую вахту. Чтобы поздравить стражей границы в заснеженные горы, на вертолете отправился наш корреспондент Вуиза Раджабова. Ей слово. Эти заснеженные горы Цунтинского района граничат с Грузией и охраняются пограничной службой ФСБ России по республике Дагестан. Добраться сюда достаточно сложная задача. Один из вариантов только вертолет Ми-8. Здесь, в горах Дагестана, начинается Россия. Труднодоступный горный участок Терутли пограничниками изучен досконально. Кругом заснежены горы и отвесные скалы. Но невзирая на погоду и труднодоступность территории, пограничный наряд выдвигается в горы. На заставе тревога нарушитель на этот раз учебный четвероногий напарник по кличке Бонд не Джеймс и все же он один из лучших в своем деле. С нарушителем не церемонится, а вот с хозяином очень добр и понимает каждое слово. Собаку надо подходить с самого щенка, надо получить миссию в 4-5 и находить общий язык. И потом потихоньку трескрывать по командам. Служба на границе и семья. Миссия выполнима. Для молодой семьи Тютеревых пограничная жизнь на Кавказе только начинается. Профессиональный лингвист Анастасия с дагестанскими языками уже познакомилась. Квартира обустроена, здесь порядок и уют. Все условия для того, чтобы супруг мог отдохнуть после напряженного рабочего дня. Переехали недавно, в декабре месяце с Мурманска. Нас перевели сюда. Конечно, после него Дагестан кажется совершенно другим. Там было холодно, здесь очень тепло. И вообще атмосфера вся, и люди другие. Но мне нравится. На погранзаставе службы несет и прекрасный пол. Полурабочий день «Патимат» состоит из множества дел, не терпящих отлагательств. Ее спасительные навыки должны быть практически безграничными при несчастном случае и любой другой критической ситуации. Заключается моя работа, в первую очередь, это санитарное состояние подразделения, осмотр водителей, предрейсовый осмотр водителей, еще осмотр поваров каждое утро перед заступлением на наличие каких-нибудь инъекционных или гнойных каких-нибудь патологий, инфекций. Далеко все-таки, в горах, не в городе, получается. Как вообще для тебя это? Я к этому уже привыкла. В этом ничего такого страшного нет. Наоборот, где-то что-то увлекательное, где-то что-то новое. Я всегда любила, в принципе, риск. Поэтому я свое нашла, можно сказать, здесь. Отделение Терутли до смены места дислокации было известно как «Застава Мокок». Командовал ею герой России капитан Радим Халиков, трагически погибший вместе с девятерыми подчиненными 15 декабря 2003 года в бою с бандой Руслана Гилаева. О подвиге своих предшественников Терутли знает каждый сотрудник. Понимая, насколько ответственна эта служба, каждый из защитников рубежей несет боевую вакту с честью. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Сунтинский район. На неделе в Дагестан с рабочей поездкой прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов. Руководитель ведомства встретился с главой региона Владимиром Васильевым и посетил образовательные учреждения Махачкалы. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Новый дополнительный корпус на 600 ученических мест построен в рамках нацпроекта образования. Объект позволит разгрузить школу номер 26, перейти с трехсменного режима обучения на двухсменный. Здесь и побывали первым делом гости. Трехсменный режим. Конечно, в 21 веке вопрос, как можно быстрее должны решиться. Даже вот эти пришколы, которые мы вводим, здесь, в Теречнике, уже позволяют 900 мест перевести из трехсменного режима. А у нас их больше, более 3000. Поэтому сейчас весь упор будет на концентрацию строительства именно там. Мы договорились, что сегодня достигнут предваренность, что уже в марте новое здание, поиск свои двери, и там ученики смогут там учиться. Поэтому я еще раз просил бы представителей правительства взять этот вопрос на личный контроль. Со своей стороны мы окажем необходимую методическую поддержку. В здании есть два учебных блока – большой актовый зал, библиотека, пищеблок и спортивный зал. Учебные классы, в том числе компьютерные, кабинет физики и химии, оборудованы современной техникой. Сергей Кравцов положительно оценил ремонт. Однако отметил, что в образовании важна не только техническая сторона, но и дидактическая. То есть на сегодняшний день проблем с учебниками? Сейчас только контроль, в том числе родительский контроль того, чтобы они доходили до класса. У меня тоже просьба удержать ситуацию на контроле. Помещение, понятно, это необходимые условия, но и чтобы были действительно, как вы говорите, гидактические материалы, современные учебники – это тоже важнейшая составляющая учебного процесса и качества образового. Принято. Сергей Сергеевич, совершенно справедливо. Я хотела сказать о том, что нам еще надо, вот, например, сейчас, несмотря на то, что мы столько закупили на разных языках, у нас не хватает литературы. С 5 по 11 класс учебников хватает, мы их готовим и будем ставить. Давайте мы совместно тоже это обсудим и вопросим. После осмотра школы министр просвещения встретился с главой республики. В своем выступлении Сергей Кравцов поблагодарил Васильева за работу и внимание, которое он уделял системе образования. Кроме того, он положительно оценил и работу регионального министерства. Хотел бы поблагодарить, но, несмотря на те результаты, которые достигнуты, еще предстоит определенная большая работа в дальнейшем. Мы сделаем еще больше, когда у нас опыт появился. И, по-моему, у вас еще и появилась желание. У нас впереди очень важный экзамен ЕГЭ, беспристрастный, объективный экзамен. По нему мы видим, есть движение. Но еще больше нужно задач, которые стоит решать. И нужно их сейчас решать. У нас растет число высокобайновиков. Но сегодня впервые Сергей Сергеевич поставил перед нами задачу именно по тем детям, которым нужен специальный подход. В ходе встречи Владимир Васильев также затронул проблему в уделении земли под строительство школ в горных и высокогорных районах. По словам главы республики, найти целый гектар под школу практически невозможно. Сергей Кравцов заверил, что о проблеме знает. И в рамках своих полномочий поможет ее решить. По тематике Аннабова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В республике наблюдается сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Обеспокоенность этой проблемы была озвучена на встрече руководителя администрации главы и правительства Дагестана Владимира Иванова с муфтием республики, шейхом Ахмадом Афанди. Иванов отметил, что сегодня Минздравом предприняты необходимые меры по профилактике и лечению ОРВИ и других инфекционных заболеваний. Однако совместные усилия медиков и духовенства помогут добиться больших успехов в этой сфере. Муфтий подтвердил, что проблема действительно серьезная. Духовный лидер отметил, что религия призывает человека следить за своим здоровьем при серьезном заболевании и пренебрежительное отношение к лечению недопустимо. Стоит отметить, что во всех мечетях Дагестана богословиями в этой связи уже проводится разъяснительная работа по данной теме. Подчеркивается необходимость соблюдения элементарных норм для профилактики болезней. В Дагестане проживают 502 рублевых миллионера и даже один миллиардер. При этом от 40 до 80% трудоспособного населения республики это прикариаты, люди, занятые временной работой. Об этом было заявлено на заседании Совета старейшин Дагестана. В последние годы во всех отраслях экономики происходили массовые сокращения из-за уменьшения объема работы или по причине закрытия предприятий. Среднемесячная номинальная зарплата в республике почти в два раза ниже среднероссийского уровня, а половина работающих дагестанцев получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Подавляющее большинство дагестанцев заняты сельским хозяйством, торговлей и строительством, а в этих отраслях экономики преобладает неустойчивая, сезонная и неформальная занятость. Низкие зарплаты – это, оказывается, еще не самое страшное. У некоторых наших земляков собственное жилье разрушается прямо на глазах. Ветхое и аварийное жилье – головная боль многих жителей нашей республики. На этот раз в критической ситуации оказались жильцы одного из махачкалинских домов. Уже пять лет, как чиновники, обещают им помочь, но все безрезультатно. К решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Будет ли у людей достойное жилье? Узнавал Хамза Нурмагомедов. Вода и свет здесь – редкое удовольствие. Потолок провисает, стена может упать в любую секунду. Зимой жить просто невозможно, поэтому жильцы этого дома вынуждены жить на съемной квартире. В таком бедственном положении находятся 11 семей, а это более 30 человек. В дождливую погоду невозможно бывает здесь жить. Течет, крыша течет, капает, подвал, вода ниже дороги. Оттуда уже просели. Она – цельный дом с двух сторон. Она просели, вот так она сидит, и с той стороны вода просачивается, сверху вода течет. Жители аварийных домов обращаются с просьбами о помощи в прокуратуру и администрацию города еще с 2015 года. Но в ответ слышат только обещания. Несколько раз, когда мы письма составляем, отправляем, они зовут нас, зачем вы, короче, как бы пишете, у вас есть программа, и вы ждите этой программы. Речь идет о муниципальной адресной программе, пояснил сотрудник мэрии. Она предусматривает переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Данный дом был признан в 2015 году, в связи с чем мы не могли его включить в вторую программу, и был включен в новую адресную программу 19-24. Настоящий дом включен в четвертый этап и будет расселен в 2022-2023 году. Ждать так долго люди не согласны. Испытывать на прочность себя и свои ветхые стены они устали. Дом в любой момент может попросту не выдержать нагрузки и рухнуть прямо на головы жильцов. Терпеть и верить бесконечным обещаниям чиновников у хозяев нет сил. Именно поэтому они обратились в Общероссийский народный фронт. Его представители незамедлительно выехали на место, чтобы осмотреть ветхые дома и помочь ускорить решение проблемы, сдвинув сроки переселения граждан. Бедственное положение, в котором оказались жители этого дома. На какой год мы рассчитываем? Я надеюсь, конец 2020 года или в крайнем случае 2021 года. Народный фронт сегодня обратил на это внимание, самым серьезным образом взял этот вопрос под контроль. Мы будем эту ситуацию мониторить. ОНФ уже направил официальное письмо мэру города Салману Дадаеву, изложив суть вопроса. Теперь у хозяев старых домов появилась надежда, что помощь подоспеет к ним раньше, чем произойдет несчастный случай. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. С 2020 года изменились условия участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С этого года воспользоваться программой смогут и специалисты старше 50 лет. Увеличена и сумма подъемных, но только для медиков, согласившихся переехать в труднодоступные районы. Медикам выплатят полтора миллиона рублей, а среднему медперсоналу – 750 тысяч. В остальных случаях размер субсидий не изменится. Принятые меры помогут дополнительно привлечь медицинские кадры в отдаленные районы Дагестана. При этом не изменились условия контракта, согласно которому специалисты должны будут отработать в сельской местности не менее пяти лет. Деньги на эти цели уже выделены. Глоток свежего воздуха в условиях современного мегаполиса – бесценное достояние. Уже второй год на территории Духовного Центра имени пророка Исы, мир ему, ведется системная работа по высаживанию деревьев. Желающих принять участие в этом и внести свою лепту с каждым днем становится все больше. Не остался в стороне и коллектив телеканала ННТ. Именное дерево нашего национального телевидения теперь будет украшать территорию рядом с будущей духовной жемчужиной Дагестана. Сюжет Абдуллы Алиева. Народная стройка в самом разгаре. Работы здесь практически не прекращаются. Духовный Центр с каждым днем все ближе к дате своего открытия. Делегация ННТ с раннего утра прибыла на место. Сегодня для сотрудников канала важная дата – день высадки именного дерева телекомпании на территории Духовного Центра. Предваряя процесс посадки, состоялась небольшая экскурсия по будущей метете имени пророка Мухаммада «Мир мы благословение», в ходе которой было рассказано об особенностях проекта сооружения и запланированных социальных объектах, которые станут составной частью Духовного Центра. Есть такое понятие – место силы. Но вот когда сюда попадаешь, ощущаешь действительно абсолютно неповторимый дух, хотя видны только контуры еще этой огромной мечети, этого огромного пространства, которое станет центром вообще притяжения мусульман со всего Кавказа, и не только мусульман, всех людей, которые… Здесь будет жить дагестанский дух, здесь будет жить дух ислама, и это уже видно. Дерево выбрано, осталось за малым – подготовить почву и собственноручно посадить его. Сотрудники ННТ активно взяли за работу. Это не тот случай, когда кто-то хочет отлынивать от процесса. Каждый хочет принять личное участие, получить воздаяние Всевышнего и принести пользу благом деле. Работа кипит, никто не хочет оставаться в стороне. Посадка деревьев на этой территории – это не только помощь Духовному Центру, но еще и вклад в улучшение экологии. Масличное дерево в оливковой роще. Именно здесь раскинет свои ветви зеленый дар нашего телеканала. По словам сотрудника Духовного Центра Султана Османова, подобный парковый комплекс не будет иметь аналогов в республике, ведь территория Центра занимает 35 гектаров, и 60% из них, как утверждает Османов, будут занимать зеленые насаждения. Мы можем сказать, что на территории будет 20 гектаров озеленения площади, и план в этом году у нас был озеленить аллею. Что можно сказать? Мы можем сказать, что техника не успевает за людьми. Больше людей идут сажать, чем мы им готовим место. В связи с тем, что люди знают, какая польза от посадки, горожане знают, как будет красиво город, когда будет озеленено. Из-за этого мы план перевыполняем. То есть, та посадка, которую мы должны делать за месяц, мы сажаем их за два дня. Миссия выполнена, дерево посажено. Завершение по традиции состоялось торжественное вручение сертификата. Директор телеканала ННТ Султан Трамов получил его из рук Султана Османова. Памятное общее фото запечатлело этот день, который теперь стал важной частью истории телеканала. Мы только что завершили посадку оливкового дерева, и эмоции всех работников телеканала передать вот так словами невозможно. Это для телеканала ННТ один из самых важных дней, начавшемся в 2020 году. Нам очень приятно, что мы стали в очередной раз частью этого большого, уникального проекта «Вместе строим духовный центр». И обращаясь ко всем дагестанцам, если вы живете в нашей республике, еще не были здесь и не видели своими глазами эту величайшую стройку, то, я не знаю, нужно срочно это исправлять. Народная стройка, объединившая вокруг себя множество жителей нашей республики во имя одного масштабного благого дела. Сегодня уже смело можно сказать, что практически каждый дагестанец внес свой посильный вклад в строительство будущего знакового сооружения. И хотя возведение еще не закончено и много еще предстоит сделать, главные работы уже позади. А возможность внести свой вклад есть у всех. Пока еще у каждого есть шанс стать соучастником возведения грандиозного проекта, за который в будущем нам будут благодарны потомки. Давайте вместе строим духовный центр! Абдулла Алиб, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. В селении Уцмьюрт Бабаюртовского района в школе не учат и не кормят. Но виноваты в этом отнюдь не учителя. Школьники остались без горячего питания и отопления из-за равнодушия чиновников. Директор школы неоднократно обращался в администрацию района с просьбами о помощи. Но вместо тех, кому по долгу службы положено этим заниматься, на проблему отреагировали активисты ОНФ. Подробности у моих коллег. Нет, это не встреча выпускников. Сегодня звонок на урок не для учеников, а для их родителей. Они прекрасно понимают, что в таких условиях учиться нельзя. Их детям в школе и холодно, и голодно. Ведь и тепла нет, и до столовой далеко. Вот построили школу, сделали открытие, отпустили детей, но нету здесь ничего. Мы не можем такую школу пускать детей. Скорп, полшадки нету вообще. Ничего нету. Вот, например, данный момент. В помещениях в классах холодно. С января месяца в классах холодно. Дети уже болеют, дома лежат. Мы не можем такие холодные классы детей пускать. И мы не будем пускать. В Уцмюртовской школе Бабаюртовского района вместо оценок домой приносят температуру и кашель. Частичный срыв учебного процесса произошел из-за отсутствия отопления. Котлы вышли из строя еще 28 января. За пробелы в знаниях 800 учащихся переживают не только родители, но и сами учителя. И мы, конечно, по программе отстаем от других. Другие занимаются. Совсем холодно у нас. Батарейки совсем теплые или же совсем они холодные. Директор неоднократно обращался в администрацию района с просьбой выделить средства на покупку нового котла. Однако, по его словам, многочисленные обращения чиновники предпочитают не регистрировать. Отправляют сюда неоднократно своих замов. Отправляют, посмотреть, почему здесь холодно, почему отопление не работает. Они все время приезжают, как будто они принесут сюда тепло. И оставляя тепло, они уезжают. Недавно приезжала с Роспотребнадзора, с приборами измерили тепло в класс-помещениях. И они категорически отказывают и просили, и сказали, чтобы сюда детей не запустили. Путь к обеду для маленьких детей был экстремальным. По словам родителей, время трапезы проходило в аварийном помещении, пока не обвалилась стена. Однако, после этого никакие меры для решения вопроса с обеспечением детей горячим питанием так и не были предприняты. Наши дети с первого по четвертого класса идут сюда кушать. Многие из них отказываются. В слякот, в грязь, они не хотят сюда идти. Это вообще ужас. Внутри даже невозможно зайти. Там и крыша, там все. Весь хлам, весь вартак у нас здесь. Мы не хотим, чтобы наши дети ходили вот в этот хаос, одним словом. По поводу горячего питания и пищевлока мы обращались в Министерство строительства и руководство района. До сегодняшнего дня вопрос не снят. Она остается актуальной на сегодняшний день. Наша съемочная бригада решила озвучить все накопившиеся у граждан вопросы и задать их чиновникам администрации Бабаюртовского района. Однако в их труднодоступные кабинеты мы так и не попали. Сколько еще будут мерзнуть школьники? Вопрос открытый. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Бабаюртовский район. Питание в школах может быть опасно. Число заболеваний, связанных с некачественной пищей в столовых, возросло за последние годы. Качество пищеблоков проверяют по всей стране. Ведь жертвами антисанитарии на кухне становятся дети. Не стал исключением и Дагестан. Представители Объединения потребителей России совместно с инспекторами Россельхознадзора выявляют столовый фальсификат, а также проверяют условия хранения продуктов. О результатах рейда материали наших корреспондентов. Школа номер 7, города Махачкалы. Заходим в один из корпусов. И вот первое нарушение – незаконная торговля. Пирожки с курицей, сосиски в тесте и другие хлебобулочные изделия здесь продаются в антисанитарных условиях и без документации. Пирожки эти постоянно здесь же продают? Да. Постоянно продают? Ну да. Спасибо большое. Во-первых, извините, здесь осуществляется незаконная предпринимательская деятельность. Это раз. Как я понимаю, тут никаких чеков, ничего остального не выдается. И более того, на каждую продукцию, которая есть, должна быть в детском саду, в школе или в другом социальном учреждении, должны быть сертификаты соответствия. Где здесь температурный режим сохранения? Да, и когда это все дело было изготовлено, из чего это дело было изготовлено? И вообще, кем это было изготовлено? Не дай бог, если детки отравятся, можно было куда-то претензии предъявить. А у нас вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, на каких основаниях там пирожки продаются? Кто продает? А вот там, в том корпусе у вас продаются пирожки. В том корпусе? Нет такого позволения. Никто не разрешает. Мы не разрешаем. Подождите, подождите. Дело в том, что разрешаем, не разрешаем. По факту, там, сейчас, на данный момент продается продукция, которую практически невозможно отследить. Нарушение температурного режима. Раз. Коллеги, если что, поправьте меня. Отсутствие, как я понимаю, каких-либо товароспроводительных документов. Два. Я поняла. Вот. Мы сейчас вам все документы покажем. На те пирожки? Нет, на пирожки я не разрешаю. Я разберусь. Следующий пункт проверки – непосредственно столовая. Здесь комиссия оценивает пищеблок сразу по нескольким параметрам. Это не только пристальное внимание к разнообразию меню, но и особый контроль над условиями хранения продуктов. Также важно наличие всех сопроводительных документов. При проведении проверки у них имеется в наличии все ветеринарные документы, сертификат качества, декларации. А по продуктам что вы скажете? Молоко, масло? Молоко, масло, все. Те производители, которые раньше мы проверяли, ввозили старую пыльноанализную, экспертизу, они у них берут, есть у нас такой махачкалый продукт, оттуда они получают продукцию. Мы эту продукцию проверили, она соответствует гостям. Могу так сказать, что за те мероприятия, которые мы провели, это не самая плохая столовая. То есть здесь есть мыло, здесь есть возможность помыть ручки деткам, вытереть ручки. Поэтому к этому вопросу у нас вопросов нет. Напомним, рейды по школам республики начались месяц назад. По данным специалистов, самое неудовлетворительное положение в учебных учреждениях Хасавюрта и Кизляра. Там выявлено множество нарушений, в том числе фальсифицированные продукты, суррогатные заменители масла, молока и мясной продукции. Какие нарушения встречаются чаще всего? Вы знаете, их целый букет, я бы так сказал. И нарушения санитарных норм, и фальсифицированная продукция. Самая большая проблема – это правовая безграмотность тех людей, которые занимают должность. По итогам проверок, представители Объединения Потребителей России подадут в суд на недобросовестных производителей. Кроме того, в планах привлечь к решению проблемы правительственные и контролирующие структуры. По тематам Анапова, Нурмагамин Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Аллея памяти дагестанских богословов, отдавших свои жизни на пути истины, отстаивая законы правды и справедливости, появится в скором времени в Махачкале. Сквер Шахидов – так назовут новый благоустроенный столичный парк. Расположится он на улице Абдулхамида Юсубова, именно на том месте, где 17 лет назад в результате пожара сгорел детский интернат. Прошлое воскресенье в новом сквере началась высадка деревьев. Первый саженец посадили в честь шейха Саида Афанди из Черкея. Подробности в следующем сюжете. Дочь шейха Саида Афанди Патимат не может сдержать слезы. Воспоминания комом встают в горле. Говорить об отце, который был духовным наставником для тысяч людей в Дагестане, даже сейчас, через столько лет после его трагической гибели, ей очень трудно. «Я могу, что ли, это говорить? Они все же знают, какой он был. Все же видели его». Действительно, видели, уважали и прислушивались. Внимали наставлениями, следовали за ним с чистым сердцем. Именно добродетельность, высочайшие духовные качества шейха Саида Афанди снискали ему уважение среди мусульман республики. Первое дерево, посаженное в сквере шахида в его честь – свидетельство доброй памяти современников о духовном наставнике. Родные и близкие алима посадили дерево своими руками. Саида Афанди был авторитетнейшей фигурой в исламском мире. Это признавали не только его доброжелатели, но и оппоненты. Шейх, как наставник, отдал свою жизнь изучению религии и преподаванию духовных наук. Как признанный лидер, мусульману всячески помогал притворять в жизнь те проекты, которые шли на пользу людям и помогли Дагестану сохранить мирное небо над головой в непростые 90-е годы прошлого века. Он был патриотом нашего народа, нашей родины, потому что религия, она нас призывает, чтобы мы думали о нашей земле, чтобы мы заботились, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь было все время светлое небо, так говорится. И вот Саида Афанди как раз таки был таким патриотом, который всю свою жизнь отдал и работал в этом направлении. Мы избегли ту участь наших соседей в 90-е годы. Вот это все благодаря таким людям, нашим алимам, богам, которых стоял Саида Афанди. Жизнь шейха прервалась в результате злодейского террористического акта. Его подло взорвали в собственном доме, когда он принимал очередных посетителей, среди которых были и дети. Совершившие это чудовищное злодеяние рассчитывали внести росков в среду мусульман, убив их лидера. Но не смогли этого сделать. Точно так же не смогли они уничтожить богатое духовное наследие, оставленное Саида Афанди потомкам. В наши дни, проходя мимо этой прекрасной липы, посаженной в честь человека, служившего сердцем в делу религии, взрослые будут напоминать молодым о мужестве и стойкости, мудрости и добром нраве знаменитого ученого-богослова Саида Афанди из Черкея. Всего в сквере шахидов посадят более 50 деревьев. Каждая из них будет нести имя героя, который отдал свою жизнь ради сохранения мира и стабильности на земле Дагестана. Помимо деревьев, на благоустроенной территории возойдут мемориал в честь погибших богословов, установят два фонтана, построят спортивную детскую площадки. Сквер должен стать желанным местом отдыха для махачкалинцев, ведь адаптированным будет для детей и взрослых, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. А в Дербенском районе активно сажают деревья плодовые, яблони и сливы. Там реализуется крупный проект по закладке садов суперинтенсивного типа. В настоящее время идут работы на площади 240 гектаров. Сотрудники Минсельхозпрода республики проверили темпы работ. О секретах садоводства. Сюжет Зумрудгамидовый. Этот яблоневый сад нового поколения еще совсем молод. Первые деревья были посажены в 2016 году, а уже к весне суммарная площадь садов достигнет 240 гектаров. Все плодовые насаждения суперинтенсивного типа. На каждый гектар приходится и не менее 2000 деревьев. Основные массивы садов заняты сливой и яблоней. Сейчас здесь проходит обрезка деревьев. На итоговую экономическую мощность посаженных садов – это 10 тысяч тонн. Его в пределах валовый доход получается полмиллиарда. Прибыль остается в пределах 30-40% чистая. Прибыль – белые деньги. Сады оборудованы системой капельного орошения. Построены водосборники. Параллельно предпринимаются меры по оснащению хозяйства тракторами. Хозяин уверяет, что при наличии свободных земель он бы смог за ближайшие 7-8 лет заложить еще порядка 1000 гектаров суперинтенсивных садов. Хотим посажать дальше. Земли уже не имеем. Так что у нас проблема отсутствия земли. Если даже будет 1000 гектаров в течение 8 лет, можно спокойно посадить их. С учетом, что можно в год сажать 120 гектаров – это вполне реальные вещи. Агроном активно прибегает к советам отечественных и зарубежных специалистов. Гаджиев неоднократно ездил за опытом в европейские страны. В частности, проходил обучение в Италии и приглашал иностранных специалистов и к себе в хозяйство. Сейчас в работе задействовано два десятка человек. Плюс ко всему, у жителей близлежащих сел появилась возможность, не выезжая далеко от родных мест, прилично зарабатывать. Нам очень хорошо, что есть такая работа, потому что и поблизости, и близкие, которые с сел тоже приходят, женщины. Как бы у нас государственной такой работы тоже нету. И очень хорошо, что построили этот сад. При соблюдении всех технологий такой сад может дать неплохой урожай. Уже через пару лет ежегодно здесь можно будет собирать до 10 тысяч тонн фруктов. Такие показатели – результат постоянной заботы о каждом деревце. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Дербенский район. Ежегодно, 21 февраля, во всем мире отмечается Международный день родного языка. Язык имеет огромное значение для общества. Ведь именно благодаря ему люди общаются, познают мир, делятся переживаниями, определяют свою идентичность, обучаются и передают из поколения в поколение традиции своего народа. Родной язык – это средство сохранения и трансляции самобытной культуры этноса, живой механизм преемственности поколений. Язык языку не враг, говорил наш великий земляк Расул Гамзатов. А что думают об этом дагестанцы? Смотрите далее. Считается, что на территории Дагестана проживает 32 коренных народа, и у каждого из них своя особенная культура и язык, который для человека является не только средством общения, но и окном в особый мир национальной культуры, созданной предками. Сохраняя и передавая это достояние через века, человек становится сильнее времени. Незримая связь родителей и детей укрепляется еще сильнее, когда они говорят на языке предков, не отрываясь от корней. Я знаю свой язык. Я варка, я считаю, каждый человек должен знать язык своей матери и отца, естественно. Скажите на своем родном языке, что любите свою родину. Иди и бог уладир в Атан. Скажите, откуда вы? Из Индии. Как будет на вашем «Я люблю свою родину»? Я по нации Даргинец, и каждому человеку нужен свой родной язык. Будешь ли учить своих детей? Да. Скажи, пожалуйста, на своем родном языке «Я люблю свою родину». Каждый народ должен знать свой язык, и просто, чтобы не забывался этот язык, свой народ не забывать. Кто по нации? Нагайка. Скажи на своем родном языке, пожалуйста, «Я люблю свою родину». Мень, чем я знаю народную. А кто по нации? Мечки. Знаешь ли ты свой родной язык? Да, конечно. Язык помогает сохранить свои корни и традиции. Скажи, пожалуйста, на своем родном языке «Я люблю свою родину». Мень, я люблю свою родину. В Африке. Земле в Африке. Ди ботлова, дир ватан. Откуда вы? Я из Сирии. Скажите, на своем родном языке «Я люблю свою родину». Родной язык для меня лично означает все. Мое существование, суть, моя жизнь. Она связана с родным языком. Это для меня самый близкий язык. Человек может знать много языков. В грузине есть древняя пословица, которая звучит так, смысл. Сколько языков человек знает, только раз он человек. Но самый главный язык для него – это родной язык. Язык – орудие познания, с помощью которого человек находит свое место. Наконец, язык – это составная часть культуры. Он формирует личность, определяет ее поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет и национальный характер. С уходом языка уходит все духовное богатство народа. Это большая беда, которая нас ожидает в будущем, если мы не предпримем срочных шагов. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Ежегодно онкологические заболевания уносят жизнь миллионов людей. К сожалению, среди них немалые детей. Профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний – форум под таким названием, организованный Благотворительным фондом «Инсан», был приурочен к Международному дню детей больных раком. В рамках мероприятия представители системы здравоохранения рассказали о проблемах детской онкологии и об успехах в борьбе с тяжелой болезнью. Подробнее в материале моих коллег. Рак – коварная болезнь, беспощадная как взрослым, так и детям. За первые полугодия 2019 года от рака в России умерло около 150 тысяч человек. Среди болеющих, к сожалению, часто встречаются и дети. Невинные и беззащитные, они с ранних лет вступают в схватку со злым недугом. Победить в этой неравной борьбе сложно, но реально. Особенно, если рядом вовремя окажутся те, кто протянет руку помощи. У нас на каждой тысячи родившихся детей 15 детей, чтобы воспринимать онкологию. Это достаточно высокая цифра. Мы в десятку регионов с высокая закрываемостью в России. Но при всем при этом нам удается, используя высокие технологии лечения, достаточно профессиональный кадровый потенциал, который собран у нас в команде врачей и медсестер, удается сдерживать смертность от онкологии. Уже много лет благотворительный фонд «Инсан» ведет работу с детьми, страдающими тяжелыми формами онкологии. Десятки юных подопечных фонда благодаря людской помощи смогли пройти курсы химиотерапии, приобрести дорогостоящие препараты, выехать на реабилитационные процедуры. Фонд «Инсан» делает все возможное, чтобы привлечь внимание к проблемам нуждающихся в помощи. Мы видим слезы материи, мы видим слезы этих детей, мы это все приходится пропускать через себя. Самый большой отклик, когда на все призывы о помощи собрать средства для того или иного ребенка, для проведения каких-то реабилитационных курсов, покупка дорогих препаратов для онкологически больных детей, это, конечно же, самый большой отклик мы получаем от наших читателей, слушателей, которые всегда в закрочающие сроки мы можем выставлять информацию о том, что сбор завершен. Детишки, находящиеся на лечении в онкологической клинике, оказались очень талантливыми и мастеровитыми. Для демонстрации произведений искусства, созданных их руками, в рамках мероприятия была проведена целая ярмарка. На ярмарке представлены изделия, изготовленные детьми, страдающими онкологическими заболеваниями. Это и рисунки, и игрушки, и разные поделки. Но самое главное, все средства, вырученные от их продажи, пойдут на лечение этих детей. Этой ярмаркой мы хотели показать то, что каждый из нас значим, то, что даже если ты болеешь, даже если ты находишься в отделении онкогематологии, все-таки это тяжелое заболевание, у них тяжелая терапия, но они могут принести пользу, пользу таким же, как они, детям. И это повышает их значимость для себя самих, для детей и для общества в целом. Заранее узнав о будущей акции, дети, не покладая рук, трудились над своими произведениями, поработали, как говорится, на славу. Каждый, кто посетил ярмарку, смог под достоинство оценить таланты маленьких детей, обладающих огромной силой воли. Мне понравилась история этой картины, как маленький ребенок, лет 10, узнав, что утром должна быть выставка, он ночью сказали, как мне передали, ночью не спал и завершил эту картину. В рамках форума обсуждали современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у маленьких пациентов. На сегодняшний день при своевременном распознавании болезней и оказании помощи можно предотвратить развитие злого недуга. В республике одним из главных вопросов в области здравоохранения является повышение уровня оказания помощи страдающих онкологическими заболеваниями. Что планируется делать в рамках этого проекта? Оснащать, укреплять материально-техническую базу учреждений, в том числе и отделение детской онкогематологии. Затем подготовить специалистов, тех, которые могут на самом высоком уровне оказать медицинскую помощь для того, чтобы как можно большее число детей могли получить своевременно квалифицированную медицинскую помощь в условиях республики. На форуме было уделено внимание и созданию Центра палеоативной помощи для онкобольных в Дагестане. Также было отмечено, что человек, столкнувшийся с неблагоприятным прогнозом, не должен оставаться один на один со своей проблемой. С ним должны быть рядом те, кто поможет ему справиться со страхами и облегчить боль. Те, кто помогут преодолеть все трудности и до последнего не позволят потерять надежду на благоприятный исход. Абдулла Алиф, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Как один удачный кадр привел ветеринара из Горного края к вершинам самой высокогорной страны мира. Врач из Махачкалы Амар Пакалов стал победителем Всероссийского фотоконкурса о высоком. Благодаря российскому изданию, всемирно известного журнала National Geographic, ветеринар получил известность и выиграл поездку в Непал. Об истории, красивых кадров и впечатлениях после необычного турне он рассказал нашему корреспонденту Алине Багиловой. Неожиданным путешествием в Непал обернулся для Амара Пакалова живописный кадр, запечатлевший перегон овец на летние пастбища в горах около родного селения Чох. Впечатления от поездки в одну из самых высокогорных стран мира, по словам ветеринара, просто невероятные. Программа у нас была очень насыщенная и все эти 7-8 дней нас сопровождал гид и предоставили автомобиль, ну а водители и гид. Это не была какая-то групповая поездка, это индивидуально. Ну в моем представлении Непал это горы, были горы, думаю, ну горы, горы, Дагестан, вижу горы. Ну оказалась на самом деле такая разнообразная страна от субтропиков до ледников. Амар успел полюбоваться не только прекрасными видами гор, необычной архитектурой и яркими костюмами местных жителей, но и диковинными животными в национальном парке Непала. Поездка была насыщенная, плавание на каное по реке с крокодилами, сафари-тур на джипе для встречи с безобидными оленями и опасными бенгальскими тиграми, и главное, все это нужно было еще успеть, запечатлеть на свой фотоаппарат, где каждый кадр остался приятным воспоминанием. Носороги были с дичонышами, две семьи, потом олени, пятнадцатые олени и дикие кабаны. Ну живности очень много и у них этот парк, он очень огромен и его охраняет армия. Удивило Амара и сельское хозяйство Непальцево. Точнее, то, как красиво и умело удается им выкраивать клочки пахотной земли, даже на крутых склонах самых высоких гор в мире – Гималаев. Там у них, конечно, и агрокультура очень развита, и террасное земледелие. Думаю, как будто в Дагестане побило. Если не апельсины и пальмы вокруг, то ощущение, что где-то с гунибо, с чехой гуляешь. Казалось бы, горы – это единственное, что объединяет Непал и Кавказ. Но, как оказалось, наш прославленный поэт Расул Гамзатов неоднократно посещал эту страну, где были написаны две поэмы, которые переведены и на непальский язык. Там, в высокогорном поселке, в честь поэта установлен бюст мастера слова. Там бюст Расул Гамзатова, который был обнаружен на высоте около 2000 метров, который, можно сказать, смотрит на Гималайя. По словам Пакалова, непальцы – очень добрые и приятные люди, со своей первозданностью и самобытностью. Впечатлило то, что вроде люди живут не в роскоши, не в такой богатой атмосфере и не шикуют, но при этом они все счастливы. Я не знаю, это какое-то духовное познание их или что, но люди не озлоблены, люди живут. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин